Итак, давайте знакомиться. Анастасия Колесникова, неравнодушная красноярка, в которой, можно сказать, в руках два щеночка. Это Флора и Дейзи, правильно я запомнил? Да, правильно. Которые буквально растопили мое сердце сейчас на небольшой рекламной паузе, потому что я даже немножко заплакала. Посмотрите, какие они миленькие. Им нужно поскорее найти дом. Давайте расскажем про них. Это у нас две девочки, да? Да, две девочки дома осталось. Дом охранять осталась еще одна девочка. Да, мы нашли их в мусорном баке в поселке Емельянова. Ого. Замерзающих, новорожденных. Ну, естественно, конечно, мы не могли их бросить, оставить. И мы с мужем забрали их домой, искали козье молоко, пипетки, баночки, чтобы их выкармливать. И вот месяц мы просто каждые четыре часа не спали, кормили, 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 выкармливали. Вот такие выросли. Ой, как давно это было? Сколько они уже у вас? Как давно было? Мы нашли их 8 декабря, получается. Вот прошло уже почти три месяца. Время-то летит как-то. Время летит, да. Ой, так они, получается, были еще меньше. Это они сейчас уже подписаны. Они были новорожденными, у них еще даже поповина была. Такие были? Ой-ой-ой. Побольше, вот с ладошечку. Вот такие были. Они Новый год, получается, с вами встречали? Конечно. А как говорится, с кем Новый год встретили? Нет, давайте мы все-таки найдем им любящую семью. Ну а кого мы ищем? Давайте, может быть, как-то опишем. Важно, кто это должен быть. Это семья? Это, может быть, отдельно живущие люди? Есть какие-то ограничения? Ну, мне кажется, без разницы. Просто, может быть, судя по шерсти, что они такие гладкошерстные, все-таки нужно им, ну, скорее всего, теплый дом будет. Может быть, теплая будка, я не знаю. Вот у нас флора очень активна и защищает всех всегда. Вот она, мне кажется, на охрану даже подойдет. Или квартире они могут жить, да? Да, квартиру. Да, я думаю, что они будут небольшого роста, потому что они вот три месяца, они очень маленькие. Я думаю, средние, даже, может быть, чуть меньше среднего. Поэтому, я думаю, для квартиры спокойно подойдет. Ну, вот за эти три месяца, как они, с точки зрения характера, как они себя ведут? По характеру разные. Вот у нас флора бойкая. Как вы их отличаете? Подождите, это дейзи, точно? Да, дейзи, она белая, ой, белочерная. А это как норковая, вот она коричневая. Норковая? Они совсем норковые. Видишь? Совсем разные. Да, 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 это черненькая. Вот, забыла, что. Так, по характеру, да. По характеру, да. Очень добрые, ручные, потому что я очень люблю животных. У меня дома свои кошки. Прямо видно, что они очень ласковые. Очень ласковые, очень ручные, да. Я тебя облизал. Два месяца мы уже боремся за пеленку и ходим на пеленку. Мы уже приучили, потому что дома ламинат, естественно. И первый месяц, конечно, я боролась и подтирала лужицы за ними. Но сейчас, слава богу, это все настроено. То есть они уже приучены к туалету, можем даже так сказать. Да, приучены к туалету. Да, ну, конечно, лучше. Они просто на улице еще ни разу не были, мы еще не поставили прививку. Вот сейчас, на этой следующей неделе уже поставим прививки. Ну, и можно будет уже к улице приучать. Ну, пока в домашних условиях у нас. Ну, правильно, подрастут, наберутся сил. Что насчет аппетита и питания? Да, питаются пока сухим кормом. Нам просто так проще. Посмотри, Флора вообще уснула. Она заснула. Почувствовала тепло, пленула. Нет, скажите, рано разбудили. Хотя она совсем дома не такая. Очень активная такая. А как наоборот бегает, да, шепотная? Ну, они, конечно, бегают. Они втроем устраивают такие бега у нас дома, да. Играют в догоняшки. Да, да. Как и должно быть в детстве. У них еще совсем пора такая. Три месяца, правильно же я запомнил? Да, почти три месяца. Да, и у нас дома кошка Маруся. И вот что они там устраивают, она с ними так здорово играет вообще. Не страдает? Нет, не страдает. Ну, немножко бывает, шерсть летит. Ну, так, в общем-то, они, как она тоже, очень молодая кошка. Мы, кстати, тоже, она пришла к нам в дом. Сама? Сама, да. И дочка мне попросила очень слезно. Она ей неделю выходила, кормила, и пришлось ее забрать домой. Как с дочкой Флора и Дейзи? Очень хорошо. У нас все любят собак. И не хотят, чтобы мы их отдавали, но вариантов нет. Надо все-таки их в добрые руки пристраивать. Отлично. Тогда мы еще раз напомним, что с Анастасией можно связаться. Она ответит на ваш звонок. Нужно это сделать по номеру телефона 8-983-282-67-63. Звоните, договаривайтесь о встрече и воочию повстречаете Флору и Дейзи. Вот посмотрите, Лера уже влюблена. Возможно, влюбитесь и вы. Я предлагаю еще раз присмотреться и к Дейзи, и к Флоре. Посмотрите, какие... Да, и дома еще у нас Нюшенька ждет. Еще и Нюша есть. Нюша, да. Посмотрите, какие милые, маленькие щенята. Им нужен, очень сильно нужен, добрый, свой человек. А эта собака будет вам самым преданным другом. Присмотритесь. Может быть, это именно ваш друг? Присмотритесь.